Какие вопросы хотели бы врач задать нашим уважаемым экспертам и спросить, все-таки дадите ли вы нам какую-то ясность, как же нам использовать биомаркеры, чтобы нам в реальной практике помочь, потому что целью нашей является кто? Пациент. Вот у меня вопрос. PDL1. Каким способом, учитывая, что у нас есть генетический и иммуногистохимический способ определения? Мне очень хочется у вас узнать мнение каждого из вас, в какую сторону мы склонимся, потому что я готовилась к докладу. И прослушала, даже сказала, аргументы за и против. Но нам бы хотелось, чтобы это был какой-то один вариант, чтобы мы пошли и не тратили деньги государства понапрасну, а сразу в одну сторону шли. Тот же вопрос к MSI. Как это не все опухоли MSI-хай, одинаково хай. И есть ощущение, что может быть как будто бы есть этому какое-то объяснение. И вот я так поняла, что и число деления клеток по активности может влиять, но может быть определять, не определять, что нам с этим делать. И, соответственно, от этого отталкиваясь, почему при одних опухолях мы можем опираться на PDL-экспрессию и MSI-хай наличие, а при других вроде бы как и не так уж мы, видя, ну не знаю, вот при раке шейки матки, там как-то печаль, да, вот назначаем, даже видим CPS 100, и при этом, да, совершенно не обязательно увидим эффект. Да, можем ли мы что-то в реальной практике определить, чтобы понять, да, вот конкретно в данной ситуации персонализированно увидим, не увидим. И вдруг нам поможет все-таки какие-то биомаркеры предугадать еще нежелательные явления, потому что, ну, это одна из наших таких, знаете, наша, ну, не могу сказать, боль. Недавно, кстати, по поручению Светланы Анатольевны, когда я готовилась одинаково или разный PDL-1 и PD-1 ингибитор, я тут узнала, что, оказывается, PD-1 закрывает не только PD-1, но еще PD-2. И вот до сих пор для меня остается такой не до конца понятной, да, не знаю, ситуацией, да, то, что... Есть ли у вас ощущение, что назначая анти-PD-1, мы как будто бы имеем больший эффект, ну, и большую токсичность? Назначая PD-1, мы как будто имеем меньшую токсичность, ну, и как будто бы меньший эффект? Да, это, конечно, так на словах, но смотря вот как врач клинической практики, да, как это врач, просто врач, да, вот я смотрела. Если мы закрыли PD-1 и PD-2, а PD-2, он есть большая часть, я так поняла, в нормальных клетках, то вот здесь-то мы и объясняем, почему при анти-PD-1 терапии вроде как больше будет эффектов. В чем минус назначения анти-PD-1? Что, оказывается, PD-2 является альтернативным легандом, да, для анти-PD-1 терапии. Он, да, он есть в нормальных тканях, он, конечно, будет вот этим образом, возможно, как я поняла, да, нагнетать нежелательное явление, но есть довольно немало данных о том, что, возможно, не знаю, в ближайшем или не ближайшем будущем мы будем с вами его определять как тоже предиктор, предсказывающий маркер для эффективности, не только токсичности, да, не только за это он будет отвечать. Много уже работ, они, конечно, такие очень небольшие, да, на отдельных группах и нозологиях, но вот основное при опухолях головы и шеи, я так поняла, при раке желудка показывает, что есть связь уровня PD-2 экспрессии и эффективности анти-PD-1 терапии. И получается, что, возможно, мы, назначая анти-PD-1 в альтернативу анти-PD-1, идем на преодоление первичной лекарственной резистентности, если мы надеемся, что эффект разовьется только за счет анти-PD-1, ну, захватив, получается, анти-PD-2, нам вроде как понадежнее этот эффект будет. И еще одна из, как это, боль, это то, куда же нам отправить. Ну, хорошо, вот выбрали мы, да, что мы обратимся к морфологам, да, для того, чтобы определить предель экспрессии. Что же нам делать дальше? Как это, апогеи абсурда, по-моему, как-то так назвали, да, очень давно, правда, это сколько-то уже прошло месяц, ой, лет, с тех пор, когда сказали, что рапелиальный рак. Каждая компания, конечно, не было какого-то умысла, но каждая выбрала свою тест-систему, каждая выбрала свой показатель. Я так понимаю, что это эмпирически от обратного, да, когда ищут зависимость от одного или другого. У кого-то IC, где-то CPS, где-то одни, что нам, как это, что нам-то делать? Как это, изо всех сил пытаемся сочувствовать тем, кто, да, организовывает клинические исследования, потом их анализирует и еще должен получить какой-то результат. Но вопрос, вот один из тех, которые я бы хотела задать уважаемым экспертам об этом. Потому что мы видим, то, о чем я говорила, да, есть ощущение разной эффективности, но и разной токсичности при разных препаратах. Будет ли это механизм действия препарата, то есть более селективно антипедиа л-1 или антипедиа л-1, да, либо это будет уровень экспрессии, либо нам нужно куда-то стремиться, уж я не знаю, насколько шанс есть, что мы будем мутационную нагрузку определять в ближайшем будущем. Вот честно, я не очень понимаю, насколько это, как это, межлабораторная воспроизводимость, доступность там и так далее, есть ли у нас эти шансы. Но нам бы хотелось персонифицировать, еще больше персонифицировать лечение, да, потому что целью нашей, конечно, является пациент. Я постараюсь ответить на некоторые из поставленных вопросов, по крайней мере, с точки зрения того, что пытается делать морфолог, потому что мы знаем, что есть действительно разные системы для оценки PD-L1 иммуногистохимическим способом, есть сложности на этапе анализа изображения, которые получаются в результате окраски, и в том числе не очень высокие показатели исходимости между исследователями, которые оценивают один и тот же препарат. Есть методические сложности, но помимо всего этого, на что мы можем повлиять путем обучения или стандартизации используемых тестов, есть биологические ограничения, которые мы превозмочь не можем, и о которых мы должны помнить, и которые должны учитывать. Потому что доступные тест-системы, они направлены на оценку либо разных компартментов, то есть либо мы оцениваем экспрессию в опухолевых клетках, либо мы оцениваем экспрессию в иммунных клетках, либо мы оцениваем экспрессию и в тех, и в других клетках. И каким-то образом пытаемся их категоризировать на группы и назвать эти группы позитивными или негативными. То есть мы стремимся сделать простой бинарный тест, но это получается не очень эффективно в контексте иммунологических взаимоотношений, потому что мы знаем, что это комплексное взаимодействие между опухолью и иммунной системой, ее локальными представительствами и ее системными характеристиками, с одной стороны. А с другой стороны, эти взаимодействия гетерогенны в пространстве и изменчивы во времени. И если мы будем смотреть просто на те подходы, которые используются на сегодняшний день в подсчете, то можно, для примера, взять рак молочной железы. Здесь ситуация не сильно далеко ушла от рака мочевого пузыря. У нас тоже есть два разных препарата и две принципиально разные системы подсчета. Потому что если мы возьмем отезолизумаб, и мы считаем здесь только иммунологический компонент, только окрашены иммунные клетки, при том, что опухолевые клетки тоже могут экспрессировать. И, собственно, это вот верхние две картинки. Видите, что при очень разном количестве позитивных иммунных клеток мы можем получить одно и то же значение IC. Потому что мы считаем их количество на площадь. То есть мы фактически считаем не штуки, а отношение площадей под окрашенными клетками к площади под всей опухолью. В то время, когда, если мы обратимся к показаниям для назначения пибролизумаба, и это подсчет методом CPS, это комбинированный скор химерный, который на самом деле имеет преимущество за счет того, что он учитывает наличие и экспрессии в опухоли, и экспрессии в иммунном компоненте. Но при этом, опять же, он может быть позитивен, он может преодолевать формально установленный порог, как за счет экспрессии только в одном, так за счет экспрессии только в другом, или за счет экспрессии, комбинированной в обоих компонентах. То есть сама цифра не дает более детальной информации относительно того, каким образом происходит экспрессия или активация этого леганда на тех или иных видах клеток. Это, собственно, ограничение калькуляции. И при этом проблема в том, что если мы будем использовать разные методы подсчета, то мы можем получить также разные значения, которые не позволяют достичь порогового уровня. Таким образом, если мы считаем одним способом, опухоль должна быть оценена как негативная, если мы считаем другим способом, опухоль должна быть оценена как позитивная. Это приводит к тому, что мы в некоторых локациях не можем заменить один тест другим. Это, безусловно, ограничивает возможность их применения. И дополнительно создает потребность в каком-то дополнительном тесте. Мы знаем, что экспрессия PD-L1 не является каким-то универсальным способом определения эффективности потенциально иммуно-онкологических препаратов. То есть есть ряд факторов, которые могут нивелировать даже высокий уровень экспрессии PD-L1 или при его отсутствии определять развитие эффекта у пациентов, которые получили эти препараты. И, собственно, есть еще один аспект, который мы не всегда учитываем в реальной клинической практике. Это реальная пространственная гетерогенность. Потому что степень вероятности получить позитивный уровень экспрессии PD-L1 вне зависимости от способа оценки зависит, на самом деле, от объема ткани, которую мы тестируем. То есть чем больше объем ткани, чем больше биоптатов, либо, если это материалы резекции, выше вероятность того, что оценка статуса PD-L1 будет позитивной. Потому что мы можем попасть просто в зону, которая лишена экспрессии в том или ином компоненте, который мы пытаемся оценить с использованием той или иной той системы. Помимо этого, использование системных видов терапии может модифицировать взаимодействие между локальным иммунным ответом и непосредственно опухолевыми клетками и приводить к временному изменению статуса PD-L1 при использовании формальных подходов к его оценке. Более того, мы знаем, что взаимодействие между опухолью и микроокружением во вторичных сайтах также сильно зависит от того, каким именно вторичным сайтом он является. То есть наиболее высокая иммуногенность для рака молочной железы, например, характерна для метастазов лимфатические узлы. Там мы выше имеем вероятность получить PD-L1 позитивный статус при оценке вторичного очага. И вы видите, по мере, так сказать, динамики от легких кожи и к печени вероятность получить PD-L1 позитивный статус снижается. То есть, опять же, вероятность получить тот или иной результат зависит от того, какой именно вторичный очаг выбран для тестирования. И это связано с, так сказать, локальным микроокружением во вторичных очагах и с хоумингом рака молочной железы, потому что по ней больше всего данных тропностью к тем или иным вторичным очагам. Добрый день. Ну, вообще, на мой взгляд, если брать самые спорные методы в онкологии, то я думаю, что на сегодняшний день по числу противоречий лидируют именно тестирование PD-L1 экспрессии. И посмотрим лет через 10, как будет на самом-то деле. Мне кажется, что все-таки это направление малоперспективное. Я думаю, что будут во многом отказываться от подобных технологий. В чем причина? Первое. Вообще, когда мы говорим о мишень, слово «мишень», на сегодняшний день PD-L1 у нас все-таки ассоциируется с понятием «мишень», то так или иначе, так или иначе, мы считаем, что эта мишень молекулярная, то есть она более или менее универсальная для большинства типов опухоли. Я говорю с определенными оговорками. Здесь нет такой логики. У нас для одной категории опухоль PD-L коррелирует с ответом на терапию, для другой не коррелирует. Причем, честно говоря, единичные специалисты помнят это наизусть, потому что если вы возьмете 4-5 препаратов, которые есть, и разные формы клинических испытаний, то получается это же контраинтуитивно. Монотерапия в первую линию коррелирует, во вторую линию не коррелирует. Как такое может быть? Более того, именно как раз PD-L1 является примером псевдомишени. Вот уже шла речь сегодня о раке шакематке, когда 100% PD-L, а толку никакого. Но я вам могу сказать, что, допустим, самая характерная ошибка, с чем мы сталкиваемся. Вот посмотрите, рак легкого. Очень часто у нас в реальной лабораторной практике вместо того, чтобы делать молекулярные исследования, делают PD-L1 статус. Это случалось чаще, когда была очень большая поддержка иммунопрепаратов. Сейчас в связи с политическими событиями многие фирмы стали менее активны, и поэтому меньше стало ситуаций, когда делают PD-L1 сразу. Так вот, когда мы видим 80-100% окрашивания, это верный вообще признак, что мутацию пропустили. Потому что мутация есть, допустим, и GFR, или ИЛК. Иммуногенность опухоли нулевая, а PD-L1 экспрессируется 80-100% и так далее. Далее. Все-таки, понимаете, мы же наукой занимаемся, а не алхимией. Мне хотелось бы понимать, почему в одном случае мы считаем только опухолевые клетки, в другом случае мы считаем опухолевые клетки, иммунные клетки, в одном случае мы считаем процент клеток, в другом случае мы считаем площадь, которую занимают иммунные клетки. У любого метода, который используется в современном дисциплинах, должна быть какая-то аргументация, объяснение, почему мы делаем так, а не иначе. А объяснение тут единственное, что так были запланированные клинические испытания, у одной подгруппы что-то получилось, что-то нет. Это подобная эмпирика, по сути дела, она и с точки зрения законов математики, статистики просто ошибочная, по сути дела. Там есть много всяких нюансов. Ну и, конечно, это все, на мой взгляд, не очень перспективно. Межлабораторная воспроизводимость, я прекрасно понимаю, что это характерно для специалистов говорить, что они делают все очень правильно, и зачастую, ну это как-то принято говорить, что не все специалисты выдерживают одинаково хороший стандарт. Но у меня есть реальный опыт, когда PDL1, оценка экспрессии, независимо попала к трем специалистам, которые имеют очень большой авторитет у нас в стране. Но у них разница в четыре раза, потому что выясняется, что вот эту площадь оценивает каждый по-своему. Более того, мы неплохо можем, допустим, сказать, вот у нас отрезок вот такой, и одну десятую или одну третью. Мы неплохо сможем измерить глазами. А поверьте мне, человек не привык оценивать площадь. Поэтому практика моя показывает, у нас компьютерная оценка площади. Все, что насчитал морфолог, это, как правило, определенное завышение. Если компьютер будет считать количество чего-то в круге, то получается, здесь, как правило, компьютер дает поменьше значения. Поэтому здесь на самом-то деле ограничений-то больше, чем плюсов. Но самое главное, что PDL1 не агностический маркер, и самая распространенная врачебная ошибка, которую я вижу, это бесконечное количество назначений PDL1 в попытке оправдать иммунотерапию. Если хочется от отчаяния назначить какой-то лекарственный препарат, не надо прятаться за маркеры. Они ничего не дают. Этим грешат и международные сервисы. Foundation Medicine помимо мутаций выдает тест PDL1. На мой взгляд, это ошибка, это заблуждение и введение людей в заблуждение. Ну, следующий момент. Как делать? Тут как раз я прекрасно понимаю, что если мы говорим про реальную ситуацию иммуногистохимии, то, по крайней мере, специалист, который занимается иммуногистохимией, по крайней мере, видит, а где экспрессируется PDL1. Это могут быть опухолевые клетки, это могут быть иммунные клетки. И третий вариант, когда клетки, которые не имеют отношения ни к опухолевым, ни к иммунным. Молекулярные тесты этого не видят. А вообще-то, есть в мире довольно большое количество попыток использовать в качестве маркера не белок, а РНК. РНК, чем лучше? Ну, во-первых, это все-таки единая линейка. Сейчас говорят, НЖС, НЖС всегда удобно, когда у нас единый тест, сразу анализируют все, а не то, что мы разделяем все по лабораториям. Второе, вот чем хороши молекулярные методы, там, по крайней мере, при грамотной проработке межлабораторная воспроизводимость 100%, потому что там есть внутренние стандарты. В методах визуальных, где большая роль субъективного фактора воспроизводимость всегда меньше, чем при хорошо поставленных молекулярных методах. Ну, мы свою лепту пытаемся вносить, потому что, допустим, самое одно время, самая популярная была тема, это ПДЛ-1 при раке легкого. Сейчас, честно говоря, куда-то это все ушло на второй план, потому что есть химия, иммунотерапия, есть понятия, потом покажу другие факторы. Ну, что, в общем-то, важно, посмотрите, мы же все-таки начинаем сейчас тестирование молекулярное. Что я могу сказать совершенно твердо? Мы примерно треть опухоли и вообще не видим следов ПДЛ-1 на уровне РНК. Это более чувствительный метод. Вот что я могу сказать гарантированно, что если мы показываем то, что у нас в заключениях низкий уровень экспрессии, иммуногистохимию можно вообще не делать, будет ноль. Это относится ко всем опухолям, потому что огромное количество же у нас локализацию МС не покрывает. Там нельзя делать иммуногистохимию, а молекулярный анализ все-таки это, как правило, приемлемый компромисс. Если высокий уровень мы видим на молекулярном методах, то, честно говоря, иммуногистохимия подтвердит. А вот средняя зона тут абсолютно полное расхождение, по сути дела. что это говорит о том, что молекулярный метод хуже, чем иммуногистохимический, не знаю, потому что нужно делать отдельные тогда, пусть не клинические испытания, хотя бы ретроспективные анализы. Вот тогда мы посмотрим, кто более информативен, иммуногистохимия или методы молекулярные. Потому что вот, пожалуйста, результаты довольно большого количества работ, которые показывают, что РНК-экспресси очень хорошо коррелирует с результатом ответа на иммунотерапию. Я уже приводил пример, что, честно говоря, самый большой грех это использовать маркеры там, где они неинформативны, потому что это мы обманываем и себя, и пациента, и наших коллег. Ну вот, допустим, меня, честно говоря, всегда раздражает, какое количество к нам поступают запросов на ПДЛ-анализ для меланомы и для рака толстой кишки, где, на мой взгляд, нет никаких оснований отвлекаться на эти маркеры. Ну, посмотрите, вот очень хорошие данные по меланоме. Все абсолютно понятно. Если меланома вызвана неаккуратным загоранием или, так скажем, неаккуратной экспозицией участков кожи белого цвета, это представители белой расы актуальны к солнцу, тогда там высокая мутационная нагрузка и лучше перспектива ответа на иммунотерапию. Разумеется, все это не абсолютно. Это зависит и от ситуации, и от того, какая иммунотерапия применяется. Они же все-таки немножко разные. Если у нас опухоль, допустим, условно, скажем, слизистая меланома или меланома, которая никак не связана с облучением, никакого ответа на иммунотерапию не будет. И именно поэтому меня опять же вызывает очень большое раздражение, когда заведомо безрезультатную опцию используют для меланомы сетчатки, для меланомы слизистой, где мы заведомо понимаем, что никаких аргументов, чтобы ждать иммуноответ на иммунотерапию нет. Ну, а случайности там бывают. Я знаю, что 7% ответа в испытаниях. Ну, фактически любой препарат, который у нас есть широкого спектра действия, такой процент вам даст 7%, будь то мультикиназный ингибитор любой или любая иммунотерапия или все, что хотим. У рака легкого тоже все-таки вот еще пример врачебной мудрости. Нас всех учили институте, что самое главное это начинать надо с опроса больного, а потом уже все остальное, осмотр и так далее. Сейчас, когда ставят все с ног на голову и когда все внимание к результатам в данном случае биомаркерных обследований, ну и в онкологии много других инструментальных исследований. Вот прекрасная работа, которая показывает, что самый главный фактор при раке легкого курил человек или нет. Если курил, высокая вероятность ответа на терапию не курил, не будет никакого эффекта. Ну, на самом-то деле, если так смотреть проблему в совокупности, три фактора играют действительно значение. Мутагенная нагрузка, в данном случае суррогат, это анамнез курения, общее состояние больного, очень хорошие данные воспроизводимые показывают, что иммунотерапия работает только там, где у пациентов хорошее состояние. Если пациент уже докомпенсирован по каким-то причинам, то вероятность ответа на терапию меньше, потому что, во-первых, истощены силы организма, во-вторых, нет ответа на времени на формирование ответа. Ну, и третье, то, что мне кажется, мало используется, это соотношение нейтрофилов к лимфоцитам. Вот тут, несомненно, что-то есть, вот тут, как раз, мне кажется, может быть, этому надо немножко побольше внимания уделять, по крайней мере, накапливать какие-то данные у себя внутри учреждения. Ну, и второй частый маркер, который является неотъемлемой частью нашей рутины, это тестирование DMMR-MSI, и вот здесь у иммуногистохимии есть определенные преимущества, это, безусловно, простой, довольно легкий метод, который позволяет оценивать, опять же, пространственную экспрессию этих белков, но здесь мы имеем все те же ограничения, которые имеет любая иммуногистохимия как метод, то есть мы выявляем не весь белок, мы выявляем только небольшую часть белка или эпитоп, с которым связывается антитело, и если этот эпитоп поврежден или скрыт в силу обработки материала или в силу каких-то молекулярных нарушений, без потери функции этого белка мы можем иметь отсутствие экспрессии, то есть сложный результат при сохранной функции и наоборот, то есть если есть какое-то молекулярное нарушение, которое приводит к выпадению функции белка, оно сохраняется, эпитоп, с которым связывается наше антитело, мы будем иметь наличие экспрессии при отсутствии функции белка, то есть этот тест не функциональный, у него есть эти ограничения, но он позволяет выявлять внутриопухолевую гетерогенность, которая все-таки в небольшом проценте случаев встречается, и на сегодняшний день по большому счету это проблема скорее, чем решение, потому что все еще непонятно, что с этой внутриопухолевой гетерогенностью делать. Кроме того, с точки зрения выбора метода тестирования, конечно, имеет значение о каком именно гистотипе или о какой локализации идет речь, потому что есть системы молекулярные, которые разработаны и отработаны для колоректального рака, допустим, я думаю, что Евгений Новымыч подробнее об этом поговорит, но они не так эффективны в отношении, скажем, рака эндометрия. В этом отношении иммуногистохимия как первый шаг может позволить достичь быстрого результата, но вот здесь на картинке показано, что есть простые ситуации, когда у нас выпадают пары белков, довольно стандартные, чаще всего это МЛХ1, ПМС2 при спорадических раках, но изолированная потеря только одного из белков, конечно, требует выполнения уточняющего молекулярного метода для того, чтобы понимать, за счет чего происходит эта потеря. И с другой стороны, иммуногистохимия для этих белков является методом, зависимым от преаналитических факторов, то есть от фиксации в большей степени от времени холодовой ишемии, от проводки материала. Если мы будем говорить о локализации, где чаще всего это тестирование применяется, это колоректальный рак и рак эндометрия на сегодняшний день, это те локации, где операционный материал чаще всего имеет артефакты обработки. То есть это, опять же, еще одно из ограничений иммуногистохимического метода, которое может быть преодолено за счет молекулярных. Ну, на самом-то деле тут больше нюансов, понимаете? Самое главное вопрос, для чего мы делаем тест на микросателитную нестабильность или на дефицит системы репарации неспаренных оснований ДНК, я как-нибудь постараюсь покороче это выговаривать. Здесь на самом-то деле есть две необходимости и вот тут действительно различается методология. Первое, мы пытаемся таким образом идентифицировать пациентов с наследственным раком, синдром Линча. Это в основном опухоли, которые могут возникать в различных органах, я потом на этом остановлюсь, и они все-таки характерны до 50-60 лет. И второе, это назначение иммунотерапии. Если все выполняется правильно, то в теории я согласен, что полная конкордантность, почти полная между колоректальным раком и иммуногистохимией. Опять же, я склонен считать, что в теории, потому что, когда доходит до практики, то мы видим эти расхождения достаточно часто. Опять же, неправильно можно делать любой метод. Ну, мне представляется, что в данном случае правильно выполнены вот эти панели маркеров, если правильно, они все-таки, наверное, более информативны, по крайней мере, для колоректального рака. Но что принципиальная, принципиальная какая проблема? Что у нас делает тест на микросателлитную нестабильность? Тест на микросателлитную нестабильность фактически анализирует накопление мутаций в ДНК. Если опухолевые клетки делятся медленно, то у вас дефицит системы репарации ДНК есть, иммуногистохимия абсолютно права. А вот мутации накопиться не оспевают. Это очень важно для синдрома Линча, потому что, например, опухоли надпочечников, скорее всего, тест на микросателлитную нестабильность там не покажет накопление мутаций. МСИ будет негативная. А вот иммуногистохимия может сказать внимание, у этого пациента есть дефицит репарации ДНК и здесь может быть синдром Линча. Совсем другое дело, когда мы говорим про назначение иммунотерапии. При иммунотерапии нас интересует, нам не важно, есть дефект репарации ДНК или нет, нас интересует конечный результат. В опухоли много антигенов или нет? Если иммуногистохимия в медленно делящихся клетках выявила, что дефицит репарации ДНК есть, а мутации накопиться не успевают, ответа на терапию не будет. И отсюда, допустим, достаточно информативные данные все про тот же рак эндометрия, где на самом-то деле, да, я согласен, там бывают ситуации с низким уровнем накопления вот этих мутаций и с более высоким, все абсолютно понятно, там, где действительно выраженная микросателитная нестабильность, которая выявляется молекулярным тестом, ответ на иммунотерапию есть. Там, где она умерена, это все тоже называется high-level microsatellite нестабильность, и там, где иммуногистохимия абсолютно достоверно показывает, что есть эффект репарации ДНК, ответа на иммунотерапию не будет. Поэтому тут-то самый главный вопрос, для чего все мы это делаем. Другое, в общем-то, достаточно, ну, плохое заблуждение, то, что микросателитная нестабильность позиционируется как агностический тест. Я согласен, в любой опухоли, где вы обнаружили микросателитную нестабильность, в теории, наверное, ответ на иммунотерапию вероятен. Вопрос другой, у нас что, при всех видах опухолей бывает микросателитная нестабильность? Нет. Не бывает микросателитной нестабильности при раке молочной железы, раке легкого, крайне редко, почти никогда при раке поджелудочной железы, крайне редко, почти никогда при раке простаты. Вы бы видели, сколько к нам приходит заявок сделать на микросателитную нестабильность вот эти перечисленные опухоли. Потому что сказали врачам, что агностический тест, ну, они при всех опухолях назначают, в чем их обвинять-то, в общем, по сути дела. Показано, когда действительно нужно делать тест. Толстая кишка раз, желудок два, рак эндометрия три, шейка матки нет. Условно, я пару раз видел при опухолях яичника, я понимаю, что там есть всякие нюансы, и в любой ситуации, когда у вас вторая опухоль. Если у пациента, пациентки раньше была какая-то опухоль в анамнезе, а сейчас второй рак, нужно обязательно сделать тест. Почему? Потому что микросателлитная нестабильность бывает при химиоиндуцированных и радиоиндуцированных опухолях. И, опять же, что показывают печальные данные молекулярной диагностики, что излечивая одну опухоль химией или радиотерапией, мы можем вызвать следующую теми же агентами, и они будут иметь микросателлитную нестабильность и будут иммуногенными. Ну, что еще интересно, я просто показываю эту работу, она там появилась пару недель назад, опухоли толстой кишки с микросателлитной нестабильностью. Там очень много дополнительных мишеней. Бывает мутация БИРАВВ-600Е, примерно каждая четвертая опухоль после микросателлитной нестабильности пожилой возраст. Каждая четвертая опухоль будет иметь БИРАВВ-600Е. Там же дополнительная мишень. А вот, посмотрите, мы опубликовали буквально пару недель назад самое большое исследование в мире. Мы проанализировали 17 или 18 тысяч опухолей, нашли 600 с чем-то опухолей с микросателлитной нестабильностью и стали их анализировать на все значимые транслокации АЛК, РОС, НТРК и РЕД. Оказывается, что если опухоль толстой кишки после 50 лет, каждая третья опухоль без раз мутации содержит вот эти транслокации, которые можно полечить. Это важно, потому что показано, что здесь работает вот эта терапия таргетными ингибиторами. Но при этом, если не колоректальные опухоли, то там не бывает транслокации, потому что транслокации вызываются мутагенным эффектом микробиота. То есть это очень важный контекст, где возникает опухоль. Совокупная мутационная нагрузка тоже, на мой взгляд, по какой-то причине фактически на сегодняшний день то, как это написано, вводит медицинское сообщество в заблуждение. Да, действительно, наверное, совокупная мутационная нагрузка по здравому смыслу агностический тест. тем лучше опухоли отвечают на терапию. С этим сложно спорить, когда мы говорим о каких-то экстремальных показателях. Средняя опухоль содержит 20-30 мутаций, а экстремальные показатели это полторы-две тысячи, то, что бывает в основном при особых разновидностях рака. Это бывает редко, и там всегда будет ответ на иммунотерапию. Чаще бывают пограничные варианты. У нас мы молимся на число 10, мутационная нагрузка, ну не мы, все сервисы. Соответственно, выше 10 это рекомендована иммунотерапия, а ниже 10 не рекомендована. Но посмотрите, это же заблуждение, потому что вообще все эти данные получены за счет тех опухолей, где я вам без всякого теста скажу, поможет иммунотерапия или нет. Это рак легкого и рак головы и шеи, курит человек, не курит, и меланома, я уже показывал, связаны с мутагенами или нет. А все остальное это скорее наоборот. Если при раке молочной железы немножко увеличена мутационная нагрузка хуже ответ на терапию, то же самое для глиобластом зависит. И поэтому на самом-то деле говорить о том, что мутационный тест является универсальным неправильно. Более того, даже ЭСМО в общем-то заблуждается, выдавая рекомендации, да практически это носит характер какого-то ЭСМО-рекомендации, это какое-то направление действия. Посмотрите, вот эти пять позиций, которые здесь показаны, где требуется анализ мутационной нагрузки, здесь в основе на всего в сумме 22 опухоли из клинического испытания, которые я показывал. Поэтому обоснованность подобных рекомендаций, вы меня извините, никакая. Ну, при этом, опять же, на самом-то деле, да, конечно, в безвыходных случаях у нас вот есть чудо-НЖС-тест, который в том числе сможет и делает совокупную мутационную нагрузку. Ну, когда вот эти опухоли, которые не изучены, которые нечастые, я как раз не боюсь говорить, если действительно мутационная нагрузка, ну, там, заметно выше среднего и нет никаких идей, имеет смысл попробовать иммунотерапию. На мой взгляд, это куда более интуитивно понятный показатель, чем педель экспрессии. Здесь какие-то, в общем, по крайней мере, аргументированные соображения есть в основе. Что еще важно понимать, что на самом-то деле у иммунотерапии с одной стороны есть показатели эффективности, а с другой стороны побочные эффекты, честно говоря, зачастую куда менее предсказуемые и менее управляемые, чем при цитотоксической терапии. Это тоже нельзя забывать. И поэтому попытаться изначально идентифицировать людям, которым без острой необходимости лучше не пытаться с иммунотерапией, тоже важная задача. Ну, здесь на самом деле молекулярная диагностика дает только какие-то интересные наблюдения, но еще очень далека от каких-то практических позиций. Хочется сказать спасибо большое, помогли. Ну, я тут записала миллион вопросов, и я даже думаю, что не успею их задать в эфире. Как врач пытается все, что вы сказали, применить в практику? Ну, я не знаю, очень много вокруг эффективности предиктивных маркеров. Расскажу в двух словах о том, как мы... Про эффективность же многие, думаю, мы попробовали связать предиктивные маркеры с токсичностью. Вот одна из работ, которая у нас идет. Вот чувствуем мы себя примерно, я не знаю, как справа, слева, какой вам медведь больше нравится. Ну, вот смотрите, мы сделали несколько пилотных проектов. Один из них 31 пациент. Мы взяли пациента с метастатической меланомой, три точки контроля, пролактин, антитела кальфа-енолази и паранеопластические антитела. Ну, честно, на таком количестве, может, с количеством связано, может быть, мы, конечно... Это был поисковый проект абсолютно, но у нас особо не получилось найти хоть какую-то закономерность. Хотя мы, готовясь к этому, мы очень надеялись на почему-то уровне пролактина. Нам казалось, что он может где-то здесь сработать. Знаете, где у нас, может быть, я уж не знаю, насколько больше или меньше получилось, потому что педель, я поняла, что можно перестать, наверное, определять. Можно просто сразу назначать иммунотерапию, да? На Сергеевну, против. Нет, я не против. Не, мне очень понравилась мысль добавлять к КИ-67 к, получается, МСА, наверное, да? Вот это вот. А, не МСА, ММР, ДММР. Ага. Вот эта вот мысль мне тоже очень понравилась, которая инициирована, да, Евгений Научим, да, Анна Сергеевна поддержана. То есть понимать, видим, так, ДММР, пардон, ДММР именно, да, надо увидеть для того, чтобы понять, что мы можем надеяться, но если быстро делятся клетки, да, потому что мне же надо бы найти того пациента, которому назначат. Что мы еще искали? Мы взяли побольшую группу с разными опухолями, 60 пациентов, и взяли параметры вот возраст, пол и кок, мы, правда, брали и нитрофилы, и лимфоциты, но, может быть, тоже, да, Евгений Научим, может быть, надо как-то нам расширить будет количество. И все эти параметры, как бы мы их не комбинировали, у нас особо не получалось, но находчивые, коллеги, очень большое спасибо за идеи, Алексею Викторовичу, один из способов подачи материала, да, регрессионные деревья. Я, честно, даже не знала, что такие есть. Может быть, они, скажем так, не назывались, да, но кем-то тоже преподносились, когда мы получаем, так скажем, какой-то практически календарик, нет, калькулятор, правильно сказать, в которые мы вносим цифры определенные. Мы взяли возраст и ПДЛ. Вот они сработали вот именно в этом методе классификационного анализа. И, например, мы берем сначала уровень ПДЛ на иммунных клетках, в зависимости от цифры, мы идем, условно, вправо или влево. Если он, допустим, меньше 11, мы смотрим на возраст. Если возраст меньше 71, мы возвращаемся и опять смотрим на ПДЛ на иммунных. И вот таким образом мы построили калькулятор. А вы знаки зодиака не пытались включить? Кого? Знаки зодиака тоже могут влиять очень большое. Да, между прочим, это у нас в проекте. Вы не того человека спросили, да. Я поддержу любую идею, давайте проверим, возьмем, сделаем пилотный проект. Но на самом деле, знаете, мне понравилась мысль донесения. Она, конечно, ее надо проверять. Я не говорю, что надо сейчас срочно как-то запатентовать и всем использовать. Но ведь мы действительно иногда, когда особенно так послушаешь уважаемых экспертов, понимаешь, что, в общем, уже даже ничего не понимаешь, насколько на ПДЛ мы можем опираться, в какой линии. Поэтому не знаю, не знаю, может быть, мы ищем, еще раз, токсичность, неэффективность. Поэтому, зачем мы ищем токсичность? Мы поймем группу пациентов, которые с большей вероятностью, ну, это было бы очень здорово, по крайней мере, вот для реальной практики, да, у которой разовьется нежелательное явление, мы за ней будем чаще наблюдать, более, так скажем, активно. Мы на ранней степени больше найдем нежелательное явление, соответственно, если мы с ним, во-первых, легче справимся, во-вторых, у нас будет шанс не отменить терапию, потому что, чем более запущенный образ, нам тяжелее лечить, ну, и это чаще всего приведет к отмене терапии, которая за собой может там снести эффективность. Ну, это вот то, как мы пытались с другой стороны посмотреть на биомаркеры. Евгений Наумович. Давайте мы все-таки лучше это самое прибережем время для дискуссии, потому что, мне кажется, что тут намного важнее пусть сократим презентацию, чтобы остались какие-то вопросы. Ну, тогда я немножко буду подытоживать, потому что мы сегодня с вами обсуждаем проблему вообще довольно комплексную, и довольно давно мы знаем, что единичные биомаркеры для предсказания эффективности иммунной терапии и даже для предсказания токсичности работают плохо, будь то PD-L1 или DMMR, или еще какие-то единичные отдельные маркеры. И уже несколько лет мы говорим о том, что в силу того, что это комплексное взаимодействие, у нас есть, собственно, факторы, определяющие чувствительность и резистентность, обусловленные свойствами опухолевых клеток, у нас есть факторы, которые обусловлены внешними по отношению к опухолевым клеткам, параметрами, в первую очередь, локальным микроокружением, и у нас есть общие иммунные факторы, которые также могут модифицировать ответ или развитие резистентности или токсичности при использовании такой терапии. То есть мы пытаемся комплексные взаимодействия оценивать какими-то простыми изолированными методами. И мы видим неэффективность этих методов, поэтому мы говорим о том, что необходимо использовать комплексные методы оценки, и комплексные методы являются более эффективными. И если вы говорите о доступных в реальной клинической практике, то это использование двух и более предикторов, то есть совокупности экспрессии ПДЛ-1 и статуса МСА или мутационной нагрузки, если доступно ее определение. И в силу вот этой пространственной гетерогенности и временной гетерогенности мы коснулись того, что возможно жидкостные маркеры могут быть более эффективными с точки зрения мониторинга и оценки возможного ответа на фоне прогрессирования заболевания. Если говорить о том, какова динамика развития вообще биомаркеров их эволюции, то большая часть из них, конечно, это молекулярные маркеры. Что касается гистологических методов, то мы много говорили о составе микроокружения, о субпопуляциях различных лимфоидных клеток. Сейчас есть интересные работы, которые посвящены лимфоидным агрегатам, приближенным к опухоли. Это так называемые третичные лимфоидные структуры и роли B-клеток в инфильтрате, а не только T-клеток в инфильтрате. Но, тем не менее, все эти работы, они являются фундаментальных исследований. И только некоторые из этих методов, в том числе комплексных, это и комплексная иммунофлюоресценция, и молекулярные методы, и экспрессионные методы, они сначала выходят в клинические исследования, когда они дойдут до реально клинической практики, и в каком виде они дойдут. Это нам нужно будет посмотреть еще несколько лет. Вот тут перечислены некоторые маркеры, которые на сегодняшний день находятся в разработке. Большая часть из них, вы видите, это универсальные маркеры, и среди них как маркеры чувствительности, так и маркеры резистентности. Ну, в целом, конечно, помимо того, что мы уже обсудили сегодня иммунологических различных факторов, еще и довольно активно изучается сейчас микробиота, о чем тоже Евгений Наумович помянул. И я думаю, что в некотором ближайшем будущем оценка и этого параметра как предиктора или как способа модификации ответа на иммунотерапию тоже ждет нас. Так что у нас множество впереди различных интересных историй. Ну, и мы можем перейти к вопросам, если они есть.